Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! И сегодня, в день праздника Богоявления и Крещения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 3, стихи с 13 по 17. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона, Святотроицкой Александра Невской Лавры, отца Даниила. Вовремя оно! Прииди Иисус от Галилеи на Иордан, к Иоанну креститесь от него. Иоанн же, возбранявший ему глаголя, остревую тобою креститесь, и ты ли грядеши ко мне? Отвечав же Иисус рече к нему, остави ныне, так, о Бог, подобает нам, исполните всякую правду. Тогда остави Его, и крести все Иисус, взыди обе от воды. Иисус отверзошися ему небеса, и видят Духа Божия, сходящий, як у голубя, и грядуща на Него. Иисус глаз небесе глаголя, сей есть Сын мой возлюбленный, о Нем же благоволих. Иисус из Галилеи на Иордан, к Иоанну креститься от Него. Иоанн же удерживал Его и говорил, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко Мне?» Но Иисус сказал ему в ответ, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и сей отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. Иисус глаз небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение. Нашему мысленному взору, дорогие братья и сестры, в данном евангельском рассказе открывается глубоко поучительная, дивная, полная божественного величия картина события крещения Господня. Когда Иисусу Христу исполнилось 30 лет, Он пришел к Иордану, где Иоанн крестил народ. При тече Господень Иоанн и Спаситель были сродниками по плоти, возможно, троюродными братьями. Было ли общение между ними в детстве и в зрелом возрасте, нам неизвестно, но важно то, что именно в момент пришествия на Иордан Иоанн Креститель открывает во Иисусе ожидаемого Мессию. Он знает, что Христос будет особым человеком, избранным и безгрешным, поэтому на просьбу о крещении отвечает Господу, «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» На что Христос кратко и решительно отвечает, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Блаженный Иероним Стридонский замечает, «Троякая причина была для того, чтобы Спасителю принять крещение от Иоанна. Во-первых, чтобы, так как Он родился человеком, исполнить всякую правду и смирение перед Законом. Во-вторых, чтобы своим крещением утвердить значение крещения Иоаннова. В-третьих, чтобы, освящая воды Иордана, показать через нисхождение голубя пришествие Святого Духа во время крещения верующих». И если вначале Иоанн недоумевал, как он может крестить проповеданного, то после слов Христа проявляет свое послушание воле Божьей и совершает положенное крещение. Во Христе действуют две природы – божественная и человеческая. Как человек он должен был исполнить все, чего требовал от людей Бог. После рождения Христос претерпел обрезание, был посвящен как первенец Богу в Иерусалимском храме, жил в послушании закону и старшим. Приходя теперь на Иордан, Спаситель принимает новое установление Божие – крещение, которое было открыто Иоанну как символ очищения от грехов иудейскому народу. Раннехристианский мыслитель и писатель Федор Мапсуистийский отмечает, «Господь смиренно мудро, как один человек из народа, подчинился пророку и крестителю для крещения, чтобы осветить воды и наше возрождение через омовение и усыновление и отпущение грехов и все другие блага крещения, которые Он даровал нам. Когда же Спаситель крестился, отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн, Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на Него». По объяснению Иннокентия, архиепископа Херсонского, свод небесный над главой Иисуса представился раскрытым наподобие того, как это бывает во время сильного продолжительного блеска молнии из облаков. Дух Божий под видом голубя сошел на Спасителя, чтобы явить предтечи Сына Божия во Иисусе Христе, который до тех пор пребывал в безвестности. Голос Бога Отца «Сей есть Сын мой возлюбленный, в Котором мое благоволение» был указанием Иоанну и присутствующему народу на божественное достоинство крещаемого, как Сына Божия в собственном смысле, единородного, на котором вечно пребывает благоволение Бога Отца. Святая Церковь празднует крещение Господне, именуя этот праздник Богоявлением, так как в событии этом явила себя людям вся Святая Троица. Бог Отец голосом с неба, Бог Сын крещением от Иоанна в Иордане, Бог Святой Дух сошествием на Иисуса Христа в виде голубя. Все то, что произошло при крещении Господнем, происходит и при крещении каждого христианина. Погружением в воду мы умираем со Христом, восстанием из воды мы соединяемся со Христом Воскресшим. Дух Божий сходит на нас, укрепляя нас Своею всемогущую благодатью, а Отец Небесный усыновляет нас через любовь Иисуса Христа. В эти дни, дорогие братья и сестры, мы как никогда исполняемся радости, причащаясь и омываясь водой, освященной благодатью Божьей. Эта вода должна напомнить нам о безмерной благости Господней, премудро устроившей наше возрождение в Таинстве Крещения, в котором мы призваны к праведной жизни во Христе. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! Благослови, Господь! Благослови, Господь! Продолжение следует...